МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что хотели бы увидеть в нем Одинцовцы, об этом мы сегодня и поговорим. В нашей студии директор культурно-спортивного центра Одинцовского района Лев Александрович Урман и активные жители 8-го микрорайона Михаил Белозуб и Максим Ганин. Здравствуйте. Лев Александрович, я думаю, что у многих Одинцовцев возникает вопрос. Культурно-спортивный центр и парки как взаимосвязаны? Во-первых, сначала хочется рассказать об учреждении. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный центр существует давно, но профильной деятельностью по созданию и благоустройству парков стало заниматься не так давно. Для понимания скажу, что в ближайшее время оно будет переформатировано и преобразовано в муниципальное бюджетное учреждение Дирекции управления парками, которое будет заниматься всеми парковыми территориями в Одинцовском районе. Таких территорий в общем насчитывается 34, это рекреационные зоны. Для себя мы подразделяем территории уже благоустроенные, парки, допустим, как парк Ларисы Лазутиной, территории, которые мы оформили и планируем их благоустройство, и также территории, которые планируются к оформлению. Всего 34. Уже вопрос, я так понимаю, у Одинцовца не будет никакого парки, вот собственно и парками занимаемся, правильно, не культурно-спортивный центр. С культурой и спортом взаимосвязь такая опосредованная. Значит, мы действуем в рамках государственной программы создания комфортной городской среды, в рамках нее действует программа на территории Московской области, это губернаторская программа парки Подмосковья, которая предусматривает финансирование данных мероприятий, вовремя софинансирование со своей значительной долей. Есть парковый стандарт Московской области, которому мы пытаемся соответствовать и будем соответствовать, он достаточно жесткий. У нас есть план мероприятий касаемо всех территорий, так называемой дорожной карты, однако есть такие территории, которые для нас первостепенные, а вот среди них и как раз так называемый Глазынинский лес. О котором мы сегодня будем говорить. А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы гостям в студии. Максим и Михаил, кстати, как давно вы знакомы между собой? Мы очень давно. Очень давно. Я правильно понимаю, что вы родились и выросли в 8-м микрорайоне, то есть это ваши родные места. А вот действительно ли много лет жители хотели парк? Ну, вы знаете, наверное, они его всегда хотели. Ну да, любые жители любого микрорайона. Но вот в 8-м микрорайоне как-то особо острый этот вопрос стоит, нет? Ну, в советские годы вот данный лесопарк, он минимально был облагорожен. Там, по крайней мере, были асфальтовые дорожки, да, то есть, ну и какие-то фонари. Ну, лавочки, урны, да, то есть, ну, по минимуму. Это я помню еще вот, ну, вот ребенком совсем. Потом, естественно, страна у нас ушла, наша Великая СССР. В 90-х годах, естественно, все ушло, да. Вот, ну, непосредственно я выхожу на субботники, вот, в данный лес с 2002 года. Я вот тут вот принес фотографии. Ну, я думаю, наверное, вряд ли их можно будет здесь увидеть. Вот, ну, вот тем ребятам, которые на этих фотографиях, сейчас уже за 30, да, то есть, ну, тогда им было по 16-20. Вот, и, ну, мы надеемся, что хотя бы их дети... Давайте немножко поддержим, потому что операторы смогут навести. Ихние дети, может быть, все-таки, да, вот, ну, будут гулять в этом парке. Мы на протяжении долгих лет ежегодно выходим и проводим субботники, то есть, ну, вот, инициируем с Михаилом вместе. Вот, ну, как пытаемся воспитать экосознание у наших горожан, да, вот, но немного... Дается? Но немного получается. Потихонечку получается, да. Михаил, кто подробнее скажет? Да, ну, хотел... Каким образом воспитываете, во-первых? Ну, на самом деле, методов очень много. Мы практически все их используем, начиная от того, что мы развешиваем плакаты, например, которые информируют людей, что здесь вот была уборка. Потом мы приглашаем людей на субботники. Также у нас на субботники дети ходят от мала до велика. И я вот считаю очень важно, просто раньше, например, и в школах, и так далее, выводили прям классами, чтобы люди сами, да, вот, как бы убирались своими руками, и они уже в следующий раз никогда не будут мусорить. И даже своим друзьям скажут, ребята, мы же здесь убирались в этом парке, как вы можете здесь мусорить? Вот, и мы пытаемся вот это экосознание у людей, как бы, чтобы оно потихонечку-потихонечку вырабатывалось. То есть мы им показываем детям, что вот здесь у нас там лисы есть, у нас есть, например, совы даже в лесу. И когда они это видят, они понимают, что это чей-то дом. То есть и они понимают, что в этом доме не стоит, как бы, мусорить и так далее. Поэтому, ну, потихонечку, то есть своим примером, да, то есть когда ты бегаешь, убираешься, вот я, например, каждый раз утром бегаю на пробежке, стараюсь убрать какой-то мусор, если там на мусоре. То есть это замечают другие жители, кто с собаками ходит. Они понимают, что лес не брошен, они тоже берут так же мешки, убираются. И вот сейчас вот, ну, общими усилиями такими, то есть и в том числе благодаря телевидению, потому что не первый раз у нас и ОТВ снимает, и 360 каналов. Вот, соответственно, все это, каждый свой какой-то вклад носит для того, чтобы этот лес стал чище. Реально, вот когда последний раз мы с Андреем Робелевичем ездили на велосипедах, он обратил внимание, что, ой, у вас здесь так чисто, что вот реально там ни одной бумажки не было. Потому что, ну, это все заслуги всех жителей, тех, кто там, ну, как бы убирается, и в том числе и каналов, потому что все-таки вот это их сознание потихонечку, потихонечку получается как бы проявлять. Единственное, вот как бы хотел сказать, что, ну, приезжие люди, они, к сожалению, ну, скажем... То есть там будет полиция патрулировать, камеры там будут стоять, да, то есть нормальные дорожки. И там, где будет освещение, где будут там тренироваться спортсмены. То есть вот эти все элементы, как бы, ну, алкоголики, да, возможно, там, наркоманы, еще кто-то, они просто сами по себе оттуда исчезнут, потому что им будет очень некомфортно там. Я думаю, что так и будет, потому что, скажем, я не видел там в парке Лазутина алкоголиков или еще кого-нибудь, да, это внутри горки то же самое. То есть там сделали, облагородили все, там спортсмены бегают, люди с собаками гуляют. А где вот нормальные люди отдыхают, там уже вот таким элементом, да, места нету, нету. Лев Александрович, вот у вас есть такая возможность посмотреть на 8-й микрорайон со стороны. Да, это местные жители, у них, может быть, на что-то уже и глаз замылился. Мы когда живем рядом, мы привыкаем к тому, что нас окружает. Ваше впечатление от 8-го микрорайона какое? Впечатление абсолютно положительное. Территория мне понравилась, кроме этого. Сам участок площадью 17 гектар очень способствует тому, чтобы там создать парковую зону. По сути, она там уже создана и пользуется популярностью жителям, но необходимо ее благоустроить и сделать отдых, времяпрепровождение более интересным, чтобы это было таким местом массового притяжения. Мы проводили несколько встреч с инициаторами, были как раз Максим, Михаил, достаточно конструктивно была подготовлена концепция, буклет, планшет. Мы распределили зонирование этой территории, что бы там необходимо было сделать. И также обсуждение повторное проходило уже с привлечением большего количества жителей в ДК «Солнечный». На самом деле, восьмой микрорайон нашего города действительно очень интересный. Я родилась в Одинцово, но вот не могу сказать, что я его хорошо знаю. Поэтому, прежде чем провести эту программу, я отправилась на экскурсию по восьмому микрорайону. Нашим гидом стал Максим Ганин. Но прежде чем мы отправимся на ту самую первую точку, с которой началась наша экскурсия, давайте послушаем телезрителя, который дозвонился к нам по телефону 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Уважаемые гости, телеведущая, я живу, житель четвертого микрорайона. Меня интересует... Как вас зовут? Вот мне Иван Иванович. Иван Иванович, очень приятно. Меня интересует, когда в нашем четвертом, пятом микрорайоне будет парк. Я просто завидую восьмому микрорайону. Иван Иванович, спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что, Лев Александрович, я его вам адресую. На самом деле, Иван Иванович звонит в эфир каждый раз, когда мы говорим о парке. Потому что четвертый микрорайон действительно без парка страдает. И давайте ответим телезрителю. Как раз мы с вами обсуждали эту тему перед эфиром. Иван Иванович, у нас составлен план мероприятия, так называемая дорожная карта по созданию и благоустройству территории. Есть приоритетные объекты, допустим, такие, как Глазынинский лес, студенческий парк, так называемый парк Никиты Крюкова, или парк здоровья, как его называют, и ряд других территорий. Что касаемо 5-6 микрорайона, если не ошибаюсь, глава Андрей Робертович Иванов проводил объезд данной территории. Были даны поручения структурным подразделениям администрации и в том числе нашему учреждению по проработке концепции создания там парка. Я думаю, что в ближайшее время, буквально ближайшее, это может быть 1-2 недели, мы подготовим непосредственно дорожную карту, которая будет предусматривать этапы проведения работ. Изначально это предконцепция, концепция, проектирование и все остальные работы строительно-монтажные, которые находятся в прямой зависимости от финансирования, поскольку это основной вопрос и тяжелая задача. Поскольку создание каждой парковой территории это значительные финансовые расходы, которые ложатся на бюджет. Но ввиду того, что мы пытаемся входить и входим в областную программу с привлечением областных средств, нам это делать достаточно легко. А вот когда примерно, ну хотя бы ориентировочно ждать парк в 4 микрорайоне? Ну я коснусь такой бюрократической процедуры, если мы сейчас подготовим ориентировочную концепцию данной территории, после этого будут следовать работы по оформлению участков, поскольку, как правило, с участки, на которых делаются парки, относятся к Гослесфонду. И нашему учреждению необходимо принимать их в постоянное бессрочное пользование для возможностей обустройства и дальнейшего содержания. Если мы эту концепцию готовим в текущем году, в текущем году также предусматриваем дорожную карту, я думаю, что сделаем все, чтобы максимально быстро войти в областную программу и взять финансирование. В начале следующего года будет подготовлена проектная документация и строительно-монтажные работы, соответственно, пойдут, я думаю, на 2020 год. Если будет удобно, Иван Иванович, вы можете оставить свой контакт. Мы подготовим подробную информацию по данной территории и вам представим в виде развернутого ответа. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495 508 86 84. Наш номер телефона. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о парке, который будет называться Глазынинский лес. А я все-таки предлагаю отправиться в нашу экскурсию на ее первую точку. Внимание на экран. В советские годы, на самом деле, вот эта вот площадка служила, ну, вообще, центром притяжения в 8 микрорайоне. Здесь была сцена, здесь проводились праздники труда, здесь была волейбольная площадка, вот прямо вот непосредственно на месте, где вот стоит детская площадка, была волейбольная площадка. Здесь был бум, так называемый, ну, ее и называли на буме, да, то есть, ну, бум – это как бревно, да, вот такое гимнастическое, только круглое, большое. Были силовые тренажеры, да, то есть, ну, вот, позаниматься спортом, теннисные столы стояли. Здесь вообще выходили с инициативой и проводили даже общественные слушания, о которых лично я не слышал, наше православие, и хотели здесь сделать православный центр, то есть, ну, часовню и какую-то, ну, детскую площадку. То есть, ну, грубо говоря, досуговый центр, да, какой-то с часовней, вот, и не знаю, нужно ли это вот именно в этом месте, да, то есть, ну, не уверен. А здесь бы хотелось именно увидеть многоярусную, да, то есть, ну, многоуровневую именно для детей разного возраста площадку. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о создании парка «Глазынинский лес» 8495 508 86 84. Наш номер телефона. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Станислав. Станислав, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Вопрос у меня состоит, на самом деле, в следующем. «Глазынинский пруд», да, и вот «Глазынинские угодья», которые рядом там стоят, по второму заводе, как они всегда были, вот, очень часто, как бы, ну, люди там отдыхают. Там, ну, жарят шуфи, там, и все остальное, ну, и просто там с детьми выходят, гуляют, и все остальное. Там еще и Белорусская улица к этому, кстати, подключается. Да? Вот. Есть вопрос в том, что, как бы, «Глазынинский пруд», собираетесь ищать, даже стекает все, что находится там в местных домах, вот это вот, ну, коммуникации местные, которые там у них находятся. И, вы знаете, там, как бы, очень, как бы, не особо так приятно пахнет. Аппетит, в общем, там не очень хороший. Станислав, спасибо за вопрос. Лев Александрович, есть в планах очистка «Глазынинского пруда»? Станислав, этот вопрос по очистке неоднократно задавался жителями, причем главой давалось поручение на отработку данного вопроса. Там также есть и другие проблемы, связанные с ограждением территории, там, некими заборами у самого пруда. Эта территория будет благоустроена и очищена. Срок 2019 год. Так что осталось подождать совсем немного. Но я так понимаю, что вопрос о часовне пока остается открытым. Правильно? Вот информация у местных жителей какая на данный момент? Ну, по всей видимости, да. То есть, ну, информация о часовне и о создании какого-то, ну, досугового центра, да, то есть, ну, на месте детской площадки, оно есть. Но данные мероприятия, они были уже, ну, порядка, наверное, трех-четырех лет назад, да, то есть, ну, пока тишина, пока никакие движения не видим. А вот давайте узнаем в проекте, там что на месте этой детской площадки? Детская площадка воздома культуры Солнечной. Она будет реконструирована, но по деталям, наверное, лучше будут презентационные материалы показать. То есть, часовня там не планируется на данный момент? Я бы отработал этот вопрос с проектировщиком. У нас есть проектная организация, которая этой темой занимается. Наверное, так было бы, может быть, в рамках какой-то такой узкой рабочей встречи обговорить детали обсудить. А вот давайте, как раз, может быть, к схеме сейчас перейдем. Нам выведут на экран то, как будет выглядеть Глазынинский парк. Вот схема его такова. Лев Александрович, давайте расскажем. На две части он будет разделен. Вот по какому принципу произошло это деление? Я так понимаю, что да, от дорог, которые проходят в микрорайоне, это зависело. Расскажите, пожалуйста, по схеме. Еще раз. Сама территория участка 17 гектар. Условно она подразделяется на два кластера. Это западный и восточный. Западная территория, она больше имеет привязку к такой урбанистической инфраструктуре. И поэтому там планируется создание дорожно-тропиночной сети, каких-то активностей для детей, спортивных объектов. Ну и, вернее, часть спортивных объектов, она все-таки пойдет у нас в часть восточную, которая связывается больше с частным сектором. И по нашей задумке, которая основывается в основном на пожеланиях жителей, именно эта территория будет иметь зону променада, потом все активности в плане памп-треков, воркаутов, поскольку было пожелание не делать приближенности максимально к жилым домам. И вот это будет такое сосредоточение спортивных объектов. Вот по спортивным объектам, я так понимаю, что у жителей были пожелания, да? Какие-то конкретные площадки хочется там видеть. Вы спортсмены, точно знаете, рассказывайте. Что хотелось бы? Пока есть возможность. Ну, хотелось бы, на самом деле, видеть универсальную спортивную площадку, на которой можно было бы играть в фолейбол, баскетбол, мини-футбол, да? То есть проводить какие-либо мероприятия, исходя из концепции парка. Также нам бы хотелось, ну, вот в нашем клубе мы активно развиваем единоборство и, как бы, ну, силовые виды спорта. То есть также хотелось бы увидеть, вот, ну, вот есть великолепные площадки по принципу, ну, точнее, не по принципу, а по проекту Сергея Бадюка, да? Вот, Сергей Николаевич, мы общаемся, он готов нам на безвозмездной основе предоставить все проекты. То есть с нами пройти, выйти, посмотреть, именно, ну, сделать, адаптировать к непосредственному месту, да? То есть, ну, у него в проекте данной площадки там есть все, да? То есть есть и мешки, и макивары, то есть и турники, и брусья, и, ну, как бы, все культурно. И, понимаете, вот у него возле дома он эту площадку свою поставил, там в некоторых парках это есть. И, ну, не ломают, вы знаете, как-то вот, ну, вот к такой площадке уже вандалы не особо руки протягивают. Да их, в принципе, это дополнительная охрана и безопасность. Конечно. Наличие спортсменов в парке – это всегда помощь охране, в любом случае. Всегда придут на помощь люди подготовленные. Сколько случаев у нас по жизни, когда спортсмены спасают людей? Ну, я не могу сейчас не спросить про безопасность. Каким образом в будущем парке она будет обеспечиваться? Будут ли камеры, будет ли охрана? Да, во-первых, ситуация криминогенная в Базынинском лесу, может быть, не совсем на высоте. Есть там прецеденты. Да, мне одно название «Синий лес», честно говоря, вчера очень впечатлило. Да, и факты негативные. Поэтому, в первую очередь, мы озадачены с установкой системы видеонаблюдения, которая будет интегрирована с системой «Безопасный регион». Изображение с этих камер будет поступать как на сервера Главного управления региональной безопасности Московской области, так же и на сервер ОВД. То есть, реакция будет моментальная. Вся территория будет, по всей территории будет проведена дорожно-тропиночная сеть, на которой обязательно будет, на которой обязательно присутствует освещение по всей территории, и также установлены видеокамеры. Кроме этого, парковые территории мы стараемся обеспечивать работой ЧОПа, то есть, это профессиональные охранники, которые будут патрулировать эту территорию. То есть, станет однозначно, мало того, что красиво, так еще и спокойнее. Велодорожки, пешеходные дорожки, значит ли это, что какую часть леса все-таки в асфальт закатают? Какие материалы будут использоваться? Есть определенная специфика и нормативные требования к созданию парковых территорий, поскольку, как я сказал, все эти территории в основной массе представляют Гослесфонд, естественно, мы ограничены некоторыми регламентами по обустройству. Во-первых, это должно быть минимальное вмешательство в экосистему, запрещение использования ряда материалов. То есть, были ситуации, когда жители изъявляли желание обустроить дорожно-тропиночную сеть в виде асфальта, но, видимо, чтобы удобно было ездить на велосипедах. На лесных территориях мы этого делать не можем. Поэтому вся дорожно-тропиночная сеть будет сформирована из гранитного отсева красивого розового цвета. Это будет удобно как и для пеших прогулок, так и для катания на велосипеде. И экология при этом не пострадает? Экология, естественно, да. Кроме этого, обязательно наличие санитарно-оздоровительных мероприятий. Но чтобы не было превратного понимания, это не вырубка леса на территории, это его чистка. То есть, специализированная организация готовит проект освоения леса. Не в плане промышленной заготовки древесины, а именно удаление каких-то больных деревьев, где возможен караэт или просто которые имеют опасность для падения и представляют какую-то угрозу. То есть, это чистка самой территории от валежника, каких-то веток, кустарника, а также удаление таких деревьев. Но это вмешательство будет минимальное. При этом сами активности, так называемые, это спортивные площадки, детские площадки, ни в коем случае не будут затрагивать лесные территории. То есть, каждое дерево будет оставаться на своем месте. И конфигурация расположения будет уже избираться, исходя из, так скажем, поддеревной съемки этой территории. Вот о том обсуждении, которое прошло в Доме культуры солнечной, между жителями, возник спор. Там кого-то даже потом обозвали, я это хорошо помню. Обозвали, оказывается, теперь новообзывательство из бюджетников. В общем, ты бюджетник, сиди молчи, одна женщина кричала из-за трибуны. А, собственно, спор был о чем? Надо ли вырубать там деревья или не надо? А местные жители более старшего возраста говорили, что надо. Лес, ну, так себе состояние. Вот более молодая жительница говорила, что нет, и так все хорошо. Михаил, в лесу бываете часто пробежками, занимаетесь. Вот по вашему мнению, как? У меня мнение такое. Значит, в любом случае, для того, чтобы что-то вырубать или не вырубать, обязательно надо привлечь специалистов. У нас есть прекрасные специалисты, даже в нашем городе. Я этому очень рад. У нас есть экологи, у нас есть представители лесфона и так далее. Прежде чем что-то вырубать, обязательно надо пригласить их у людей, и они скажут, что можно рубить, что не нужно. И также этим людям, которые заявляют, что что-то нельзя рубить или нужно, они объяснят популярно, что действительно, есть еще и очень редкая профессия, ну, к сожалению, всего 2,5 тысячи на всю Россию, это лесопатолог. То есть, этот человек может четко объяснить, что вот здесь можно проводить рубку деревьев, здесь нельзя. На самом деле, даже в самом городе Одинцово есть деревья, которые действительно надо вырубать. И вместо них сажать другие деревья. Но это не значит, что нужно будет прям все нагло. Конечно, все жители хотят, чтобы наш город был красивый и зеленый, потому что, ну, просто приятнее, да, чтобы не один бетон был. Все этого хотят. Возникли? Если позволите, я добавлю, у нас в штате организации есть лесопатолог. Кроме этого, мы в теснейшем взаимодействии с комитетом лесного хозяйства Московской области. И работа с лесом, она очень требует такого внимательного подхода. И никто не позволит совершать какие-то действия неправомерные, так скажем. То есть, заключение специалиста точно будет. Все под контролем. Буквально каждое дерево, в буквальном смысле, наносится на поддеревную съемку. Больные деревья обозначаются, которые подлежат трубке. То есть, все заинтересованы в нормальном поддержании экосистемы лесной, экологии. Я предлагаю перейти к спортивной части парка. Но прежде чем задавать вопросы, давайте посмотрим продолжение нашей экскурсии. Максим, я так понимаю, что это спортивная часть 8-го микрорайона. Вот стадион, вот хоккейная коробка и за нами пруд. Пруд как-то называется или он такой безымянный? Да, это спортивное ядро 8-го микрорайона нашего второго завода родного. Ну, пруд на Комсомольской, да, то есть, ну, как-то так, он всегда там, ну, пруд, ну, стадион на Комсомольской, там, на Комсе, как-то так. Вот. Что касается концепции развития данной территории, вот, она, конечно, не входит именно в концепцию развития зоны отдыха и парков. Но в этом направлении работа ведется сейчас. Уже, как бы, выезжали специалисты, смотрели, тоже постараемся попасть в губернаторскую программу. Чего не хватает здесь, да, вот, ну, вот основное, это освещение, трибун, то есть, и, естественно, устарела уже вот вся вот турниковая группа, да, вот, ну, вот этим, скажем так, малые спортивные архитектурные формы, ну, нужно менять просто на более современные. Вот, нужно установить новую площадку по типу воркаут, и, более того, ну, как бы, воркаут, знаете, как это, вот, турниковая группа, только это, ну, не совсем серьезно на стадионе, да, то есть, нужна именно установка кроссфит-модуля, да, то есть, ну, вот, которая будет соответствовать к этой площадке, то есть, чтобы люди могли работать с весами, с отягощениями, чтобы это были полноценные тренировки. А что касается хоккейной коробки? Ну, хотели... Она сохранится здесь? Очень бы хотелось. Здесь я первый раз стал на коньки, первый раз стал на лед, да, то есть, ну, когда мне было там лет пять. К сожалению, ситуация сейчас такая, то, что в 2014 году данную коробочку продали с аукциона, да, то есть, ну, было решение Совета депутатов, я голосовал против данного решения, не вижу, да, никакого смысла здесь в строительстве дома, который здесь пытается... Он прямо на месте хоккейной коробки должен был появиться? Хоккейной коробки, да, то есть, концепция какая? Перенести хоккейную коробку на крышу гаражей, вот, а здесь построить 27-этажный дом. Вопрос, да, то есть, нужен ли он здесь? Очередная свечка. Да, очередная свечка, парковаться негде, ходить негде, как коммуникации тянуть, непонятно сюда, ну, очень много, но, и если здесь вот что-то и строить, перенести хоккейную коробку на крышу гаражей, да, но здесь строить не дом, а универсальный спортивный комплекс, потому что нашему микрорайону, он имеет просто колоссальные спортивные традиции, мы, когда наши результаты кто-то читает, думают, что у нас спорткомплекс как волейбольный. А мы в подвале, вот, вот здесь, вот, у нас напротив наш подвал мы занимаемся. Что касается пруда, пруд попадает в концепцию благоустройства, то есть, будут облагорожены берега, будут малые архитектурные формы, лавочки, там, фонарики и так далее. Мне бы хотелось видеть здесь лодочную станцию, чтобы горожане, как бы, могли бы свой досуг немного культурнее, да, то есть, ну, вот, проводить. Вот мы познакомились с спортивной частью 8 микрорайона. Михаил, я так понимаю, что о ней шла речь во время велообъезда, да, главой района этой территории, и к каким выводам пришли? Ну, Андрей Робич сказал, что, действительно, ну, сам лично смог ознакомиться со всем, что там представлено, да, с тренажерами. Естественно, он сказал, что нужно будет это все реконструировать, вот, новые тренажеры установить, вот, ну, в принципе, развивать. На самом деле, он, конечно, отметил, что у нас поле одно из лучших, но, естественно, требуется и освещение, так как Максим Ганин уже говорил. Я, ну, лично мое, например, было не замечание, а пожелание, то есть, я очень много где в Европе бываю, и видел интересный момент, когда вот качалка на открытом воздухе сделана. И нам бы очень хотелось, чтобы это сделать, потому что вся молодежь, я думаю, это не только молодежь поддержит. То есть, например, примеры таких качалок, они есть вот в парке Патриот для наших военных, и это есть контейнер, в котором вся, там, гантельная группа. Да, это кроссфит-модуль, то есть, такой, то есть, это, я думаю, все жители, ну, как бы, и от малого до великого, я думаю, с большой радостью встретят. Это не только потому, что мне, я в свое время, там, 15 лет занимался тяжелой атлетикой, качалкой, а именно, я думаю, что это вот молодежь очень будет рада таким. Кстати говоря, что в парке будет для молодежи, для подростков? Не будет им там скучно? Подросткам скучно не будет, для них будет создана спортивная активная зона, которая будет включать в себя площадки для воркаута, также это скейт-парк и памп-трек. Поэтому будет масса таких активностей, где они могут занять свое время. Лев Александрович, когда было обсуждение, шла речь о семейных площадках, что это такое? Задавали вопрос, что такое семейная площадка. В нашей концепции это предполагает некую общую территорию, то есть, родители или родители, которые имеют несколько детей разного возраста, могут прийти на общую зону. На этой детской площадке будет предусмотрено, так скажем, зонирование для детей разного возраста, где будет указано правило эксплуатации, поведение на данной площадке. Поэтому родители могут находиться в какой-то одной общей зоне, и дети будут распределены по возрастам, по интересам. И отдохнуть могут все. Да, это так называемая семейная зона. Ну и еще одна важная часть 8 микроэн, это мемориал Великой Отечественной войны, у которого шествие каждый год 9 мая, накануне 9 мая заканчивается. Как преобразится он? Что касается мемориала. Дело в том, что он не входит в нашу основную концепцию создания парка. Концепция его реконструкции будет разработана отдельно. То есть, это будет предусмотрено создание некой зоны проведения торжественных мероприятий. Сам мемориал останется в том виде, в котором он есть, но территория вокруг него будет благоустроена и облагорожена. Еще раз скажу, это отдельная концепция, которой мы сейчас также занимаемся. Максим, я так понимаю, что к вам обращались волонтеры Победы из 8 микрорайона с интересной инициативой. Расскажите о ней, что хочет молодежь? Да, вот у нас в микрорайоне проживает Игорь Степанов. Он руководит у нас в микрорайоне волонтерами Победы, учится в первой школе. Активный молодой человек, такой, ну, не по годам, скажем так, с правильной позиции идет. И вот они вот вышли на меня именно с идеей организации Аллеи Победы, то есть Аллеи Памяти нашим ветеранам. Ребята это хотели, то есть, как бы сделать непосредственно в Сосновой роще, да, то есть, но вместе, как бы посвящавшись, мы приняли решение, то, что самое целесообразное место, да, вот для этой вот аллеи и в связи с нашим шествием, то есть, ну, как бы ежегодным, это вот как раз вдоль пруда на Комсомольской. То есть, частично подсадить, там, я не знаю, ну, там, липы высадить, да, то есть, сделать липовую аллею и поставить тематически именно информационные плакаты, связанные с нашими ветеранами, которые у нас на микрорайоне живут. То есть, у нас очень много, ну, там, ну, очень много людей-легенд. То есть, ну, не буду сейчас перечитать фамилию, потому что, ну, кого-то не назову, кто-то обидится. Вот, ну, очень-очень много людей. К сожалению, ветеранов с каждым годом у нас становится все меньше. А вот эта память, она должна идти через века, просто вот через века. Лев Александрович, а те пожелания, которые местные жители вам говорят, это возможно осуществить? Осуществить это возможно. То, что касаемо пожеланий. Во-первых, у нас проводились встречи на самой территории парка, потом, как я сказал, с привлечением широкой общественности проводилась в ДК Солнечный. Кроме этого, активное обсуждение было в социальных сетях. До сих пор у нас поступают в телефонном режиме некие пожелания, касаемо благоустройства этой территории. И на самом деле, в ходе обсуждения мы уже переходим к деталям. То есть, таким, как место расположения конкретно площадки для воркаута, либо каких-то других вещей. Уже определено с теми перечными мероприятиями, конкретных по благоустройству, которые будут делаться на территории. Я могу для информации сообщить, что в соответствии с концепцией, которая у нас сейчас находится в стадии доработки, финансирование всех мероприятий по созданию парка составляет более 550 миллионов рублей. Естественно, наша основная задача – это войти в областную программу, чтобы иметь возможность освоения этих средств. Срок реализации мероприятий определен на три года. Это 19, 18, 19, 20 и 21 год. В 2018 году мы занимаемся всеми вопросами оформления земельных участков, передачи от Гослесфонда и подготовки проектной документации на лесные участки. Кроме этого, сейчас готовится концепция, которая до конца года должна уже иметь завершенный вид. После этого, в 2019 году, мы переходим к работам по проектированию. Это большая трудоемкая работа, которая как раз и учтет все конкретные пожелания от жителей. И, соответственно, работы строительно-монтажные непосредственно по благоустройству, учитывая пожелания жителей. Уже в 2019 году мы планируем работы по проведению дорожно-тропиночной сети, которая будет располагаться на естественных участках прохождения этих тропинок, ну и какие-то дополнительные пожелания жителей. Также, как сказал, это освещение всей территории парка, система видеонаблюдения, а также малоархитектурные формы в виде скамеек и урн. Это первый этап. Второй этап предусмотрен в 2020 году. Это как раз уже те активности, такие как спортивные площадки, воркаут, детские площадки, памп-трек, скейт-парк. И на 2021 год мы как раз-таки предусмотрели по такому остаточному принципу вопросы реконструкции мемориала, также это создание открытого кинотеатра, вот, и, возможно, какие-то другие вещи. То есть, первоочередно будет проделана дорожно-тропиночная сеть, освещение и скамейки лунные. Так что осталось подождать, в общем-то... Парковки, так же парковки, да, это планируется в 2019 году. Это наш план, есть утвержденная дорожная карта, но все будет зависеть от финансирования. Мы, естественно, сделаем все, чтобы его получить. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Очень приятно, когда происходит вот такое взаимодействие между теми, да, кто что-то хочет, и между теми, кто что-то для этого делает. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok